Добрый Архангельск Друг юного волонтера Кати и ее сверстник Богдан получают ангелы и становятся участником марафона Добрый Архангельск. А значит в деле благотворительности сделан еще один шаг. Я наздаю ангелы, чтобы люди понимали, что такое благотворительность, что это очень серьезно и важно. Важность трудно переоценить, зато напоминать о ней стоит. Хорошим поводом для этого стала международная акция «16 дней активности против насилия», к которой присоединились волонтеры. Уже третий по счету марафон Добрый Архангельск только за минувшую неделю собрал около 100 тысяч рублей для помощи больным ребятишкам. Люди уже знают про марафон, они активно участвуют, вовлекаются, говорят добрые слова и получают вот таких замечательных ангелов, которых делали дети. Эти ангелы уже разлетелись по всему Архангельску стараниями обычно горожан. Активную поддержку в развитии культуры благотворительности и проведении подобных акций оказывает и городская власть. Организаторами продумано все до мелочей. Школьники, которые не могут пока сами зарабатывать, но они могут собрать макулатуру, и средства от сбора макулатуры пойдут на благотворительность. Любой Архангел-городец, даже не выходя из дома, может отправить смс-сообщение и тоже стать благотворителем. Подробнее об этих и других формах участия в благотворительном марафоне можно узнать по телефону 206-510 и на сайте www.dobrodefizda.ru Марина Евгеньевна, действительно, Добрый Архангельск существует уже с 2011 года. А кому принадлежит идея создания этого марафона? И действительно ли этот проект эксклюзивен? Есть ли аналоги в других регионах? На самом деле марафон Добрый Архангельск не эксклюзивный проект, и придумали его не мы. Хотя очень хотелось бы, конечно, сказать, что это была наша идея. Это было придумано в Питере уже почти 11 лет назад, и это движение Добрых Городов началось именно с Доброго Петербурга. Потом эту идею подхватил Нижний Новгород, мы были третьими. И поэтому мы все время говорим спасибо нашим коллегам, которые дали нам идею. Но при этом хочу сказать, что благотворительный марафон Добрый Архангельск все-таки эксклюзивен. Почему? Потому что само его наполнение – это уже то, что было придумано в Архангельске. И если говорить о том, есть ли другие такие марафоны или Добрые Города, то сейчас их с каждым днем становится все больше. Потому что к этому движению уже только на северо-западе присоединился Псковка, Ленинград, Мурманск, Ленинградская область. А вообще в России уже больше 20 разных добрых городов, их становится все больше. Но вот об организаторах. Кто в Архангельске подхватил эту идею? Каким образом? Как это вообще пришло в голову создать такой марафон, перенять эту идею из Петербурга? Мне кажется, что если говорить о том, кому пришла в голову, наверное, нам, Центру Гарант. Потому что мы познакомились с этой технологией, это были наши партнеры. Мы посмотрели, как это организовано изнутри. Почему мы решили сделать это в Архангельске? Именно потому, что на наш взгляд благотворительный марафон Добрый Архангельск, как и другие добрые города, он главную идею продвигает. Он показывает людям, как можно стать благотворителями. Показывает формы разные. Дает возможность объединить под своим крылом разные благотворительные акции и разные некоммерческие организации, которые помогают людям. Вот о наполнении марафона. Какие акции проходят в рамках Доброго Архангельска? Ой, акций очень много. Наверное, скажу о самых интересных, потому что тот, кто хочет узнать подробнее, может просто зайти на сайт марафона Добрый Архангельск и там увидеть все акции. Но одна из самых популярных и самых заметных – это акция «Деньги в банке», которая заключается в том, что любой человек, увидев волонтера с емкостью для сбора пожертвований, может сделать пожертвования наличными деньгами. И эти средства будут использованы именно на то, на что определено при проведении марафона. То есть у волонтеров всегда есть информация, куда будут поступать эти деньги. То есть если мы видим волонтера с символом Доброго Архангельска, мы можем смело жертвовать свои деньги. Да, ответственность за то, как будут использованы эти средства, несет наша организация. И мы готовы предоставить все документы, подтверждающие использование этих пожертвований. Еще одна акция для тех… Мы почему говорим, что марафон – это акция для всех, где каждый может найти себя в благотворительности? Потому что, например, акция «Купил-отдал» для тех, кто пока не готов расстаться с наличными деньгами, опасаясь вдруг их истратят на что-то другое, не на то, что заявили. И тогда можно просто купить нужный товар. Например, сейчас вот в рамках Доброго Архангельска в первых аптеках стоят специальные коробки, есть информация, какой товар надо купить, можно купить, положить в коробку, и он будет доставлен нуждающимся. Акция, которую мы очень любим, но которая очень тяжелая по организаторским всяким нюансам, это акция для тех, кто не имеет денег, но тоже хочет стать благотворителями. Это для школьников. Они могут собирать макулатуру, сдавать эту макулатуру, и деньги, вырученные от сдачи макулатуров, передаются на благотворительность. Говоря о школьниках, на самом деле Добрый Архангельск отличается привлечением молодежи и детей. Дети раздают листовки, собирают пожертвования, собирают макулатуру. Почему это важно? Вы знаете, мы сейчас только развиваем частную благотворительность, и если смотреть от тех объемов средств, которые в России собираются на благотворительные цели, то все-таки большая часть пока это средства, выделяемые бизнес-компаниями, а во всем мире это средства, выделяемые людьми. Почему у нас люди не активны в благотворительности? Ровно потому, что с детства они этим не занимались. И как нам кажется, очень важно показать пока еще школьникам, детям, что такое благотворительность, как можно стать благотворителями, как организовывать благотворительные акции, чтобы это впиталось в кровь, чтобы это стало стилем жизни. И тогда, когда они вырастут, благотворителей в нашей стране станет гораздо больше. А успешно это проходит? Получается менять сознание, скажем так? Мне кажется, да. И еще один очень важный нюанс — дети меняют сознание взрослых. Вот в этом году вместе с детской организацией «Юность Архангельска» еще на этапе подготовки марафона, на наш взгляд, мы сделали очень интересную вещь. Дети, школьники, мы думали сначала, что только школьники, но оказалось и воспитанники детских садов, делали символ марафона бумажных ангелов, которые потом передавались благотворителям, когда они делали пожертвования. Многие их видели, наверное. Да, да, многие, сейчас их очень много, потому что дети сделали их больше трех тысяч. И дети, когда они готовили этих ангелов, конечно, они узнавали о марафоне, рассказывали родителям. И по тому разнообразию ангелов было видно, что родители тоже их делали. И мне кажется, что это очень важно. Ну, вот говоря о помощи теми людьми, у которых нет финансовых средств, что они могут сделать? Давайте еще немножко подробнее про это расскажем. Как я могу помочь, если, скажем, у меня нет денег? Ну, на самом деле, если говорить о благотворительном марафоне, то в рамках марафона мы представляем разные некоммерческие организации, которые помогают тем, кому трудно. И если школьники могут поучаствовать в благотворительных акциях, собирая макулатуру, например, или делая ангелов, как символы марафона, то взрослые могут тоже стать волонтерами. И не обязательно на акциях марафона, но, например, помогая тем организациям, которые помогают нуждающимся. Например, фонд «Дорога и добра» помогает многодетным семьям и бездомным. Можно прийти в эту организацию и начать помогать им в их постоянной ежедневной деятельности. И тем самым стать благотворителем, как раз внеся свой труд в это общее благое дело. Как найти эти организации? Информация о всех этих организациях есть на нашем сайте благотворительного марафона добро-да.ру. Можно просто позвонить к нам. И на самом деле этих организаций гораздо больше, чем те, которые участвуют в марафоне. Поэтому, если у кого-то появилось желание помогать собственным вкладам, можно позвонить нам, сказать, что они хотят делать, и мы поможем найти организацию. Марина Евгеньевна, давайте узнаем, что думают архангелогородцы о важности оказания благотворительной помощи. Ну, конечно, положительно. Конечно, это нужно делать. А как без этого? Без этого, мне кажется, нельзя. Везде кругом нужно помогать всем. Не знаю даже, как реагировать. Хорошо, что кто-то кому-то помогает. Это, конечно, хорошо. Но когда пользуется этой благотворительностью в свой личный карманок, это очень, по-моему, стыдно и плохо. Вы знаете, вот есть, которые нуждаются действительно, а некоторые просто лентяи, которые не хотят работать. То есть, я, допустим, хожу в один магазин и вижу постоянно женщину. Женщина, которая постоянно пьяная. То есть, ей просто неохота работать. Естественно, ей я помогать не буду. Ну, я иногда помогаю. Может быть, в надежде, что когда-то мне помогут, если была трудная ситуация. Обязательно помогаем. Всегда находим. Хотя мы и на пенсии, но такое дело всегда нужное. Марина Евгеньевна, а Архангелогородцы активно участвуют в благотворительных акциях? И можем ли мы сравнить с другими регионами этот показатель? Ну, наверное, точного сравнения я дать не смогу. Но я хочу сказать, что северяне всегда были душевными и остаются душевными людьми. И на самом деле, Архангелогородцы очень активно участвуют во всех благотворительных акциях. И я могу сказать, что в среднем благотворительных марафонах участвует до 15 тысяч человек. Конечно, это условная цифра, поскольку мы считаем ее, мы не пересчитываем каждого участника, но при этом все-таки вот по объему средств, которые мы собираем, мы понимаем, что это действительно очень большая сумма. И самое важное, что люди присоединяются к разным акциям и не останавливаются в тот момент, когда заканчивается официальный марафон, но и продолжают делать пожертвования. Потом или приходят к нам, или работают с теми организациями, с которыми они познакомились. И это говорит о том, что на самом деле наши люди добрые, отзывчивые. И самое важное, чтобы они просто поверили, что это можно делать, и это действительно приносит пользу. А каковы главные результаты марафона за эти 3,5, почти 4 года? Ну, если говорить в денежном выражении, то это более 5 миллионов рублей. При этом за первые два этапа марафона 2014 года мы собрали больше 900 тысяч. И это говорит о том, что по нарастающей этапе по сравнению с первым годом мы с каждым годом собираем все больше. То есть это и доверие горожан к марафону увеличивается, и на самом деле благотворителей становится больше. И я надеюсь, на сегодняшний день за первые 12 дней марафона собрано уже более полумиллиона рублей. Но я надеюсь, что до конца декабря мы перешагнем цифру в миллион. Марина Евгеньевна, а какова роль власти в организации марафона? Ну, на самом деле, вот на мой взгляд, очень важно, что в Архангельске благотворительный марафон проходит при поддержке правительства Архангельской области и мэрии города Архангельск. Потому что очень многие организационные вопросы гораздо легче решать, если в твоих партнерах органы власти. И при этом очень важно, что в благотворительном марафоне Добрый Архангельск доминирующую роль органы власти не играют. Потому что все-таки благотворительность это такая территория активных граждан, а не принуждение органов власти. И вот очень важно, что власть помогает, но не руководит марафоном. И я бы хотела сразу поблагодарить как раз и правительство, и мэрию за очень серьезную информационную поддержку, организационную поддержку, помощь в предоставлении площадок. И очень важно, когда как раз соединяются на одной площадке делать добрые дела и власть, и бизнес, и активные граждане, и некоммерческие организации. Ну вот мы говорим о привлечении власти, но добиться этого привлечения наверное сложно. Это целая система технологий, социальных технологий. Вот что это такое социальные технологии и насколько важно современным благотворителям уметь ими владеть? На самом деле вы абсолютно правы, потому что на сегодняшний день и технологии организации благотворительных акций, это определенные правила, процедуры, документы, и умение выстраивать диалог межсекторный между властью, бизнесом, некоммерческими организациями. Все это требует отдельных специальных усилий и это невозможно сделать заранее. Самое главное в любой социальной технологии это последовательная работа и системный подход. Почему бизнесу важно понимать вот именно подходы к социальным технологиям? Бизнес хорошо и профессионально зарабатывает деньги. Бизнес готов часть средств, несмотря на кризис, отдавать на благотворительные цели. Но очень часто, если не углубляться в это, то самым таким простым и поверхностным подходом благотворительности является купить какие-то подарки и передать тем, кто нуждается, причем как нам кажется нуждается. Как правило, это сироты, может быть, старики, но это совсем не значит, что вы сходу сумеете найти действительно нуждающуюся целевую группу или вы сходу поможете именно тому, кому больше всего трудно. Если бизнес хочет эффективно расходовать свои средства, то ему важно понимать, что очень часто отдать подарок это не реальный результат, а как раз нанесение вреда. А вот, например, вложиться системно в образование детей-сирот это очень важный результат, но это невозможно сделать за один день. И значит, нужны помощники некоммерческие организации, которые это делают постоянно. Ну а какова система в целом в общих чертах вы можете описать? Вот, допустим, есть какой-то благотворительный проект, с чего начать его реализацию? Смотря кто хочет его реализовывать. Если это бизнес, то очень важно привлечь партнеров из числа некоммерческих организаций, которые знают эту тему, которые владеют способами решения той проблемы, которую собираются решать, и которые постоянно в этом работают. Договориться с ними о том, кто какую часть работы на себя возьмет, потому что бизнес не обязательно может быть включен только деньгами, он может помогать и волонтерами, и профессиональными знаниями, но все равно для него это не основная работа, для некоммерческих организаций. Это основная работа в этой сфере. А если это вовсе не организации, просто частные люди, которые хотят каким-то образом помогать, создать какую-то систему, изменить систему, обратиться к власти и так далее, что им нужно сделать? Опять же, два пути. Если они готовы делать это самостоятельно и хотят самостоятельно это делать, то тогда им нужно объединиться, зарегистрировать некоммерческую организацию и стать полноправным партнером и союзником власти и бизнесу и системно, целенаправленно решать эти проблемы. Если они не хотят создавать организацию, хотят кому-то присоединиться, то надо найти в городе некоммерческую организацию, которая умеет и занимается этой темой, присоединиться к ним и делать это вместе с ними. Действительно, сейчас существует множество благотворительных проектов, небольших. Действительно, это целесообразно или важнее объединяться в большое волонтерское движение. Мне кажется, что здесь важно не упустить и то, и другое. Потому что, конечно, очень хорошо, что существует очень много разных благотворительных проектов и благотворительных организаций. И важно, чтобы они продолжали работать, потому что у каждой из этих организаций и проектов свои получатели, свои нуждающиеся, кому они помогают. И они точно знают, что им нужно. Но при этом, на мой взгляд, очень важно объединяться в общее движение, потому что отдельные маленькие благотворительные акции почти не видны. И, соответственно, найти поддержку этим акциям очень сложно. А когда эти организации или движения или проекты объединяются и вместе стараются привлечь благотворителей, создать информационное поле, рассказать другим о том, что они делают, в этом случае эффект от такой совместной работы гораздо больше. Но и тем, кто хочет стать благотворителями, проще. Они могут выбрать, кому помочь. Марина Евгеньевна, не раз приходилось слышать обвинения благотворителей в том, что они присваивают себе часть пожертвований в качестве зарплаты. Должны ли волонтеры получать зарплату? Если мы говорим о волонтерах, то, конечно, нет. Он потому и волонтер, потому что есть даже определение «волонтерский труд» это безвозмездный труд. Но мы всегда забываем, что рядом с волонтерами работают еще и профессионалы. волонтеры это люди, которые благодаря своей активной позиции помогают делать что-то. Но они делают это временно, какую-то часть времени посвящая этому. А ведь благотворительность это очень серьезный вопрос. Если мы беремся за то, чтобы собрать благотворительные средства и распределить их, то это нельзя сделать в промежутках между основной работой. Поэтому благотворительные организации это, как правило, организации, в которой на постоянной основе работают люди, которые действительно получают заработную плату. Кроме того, у любой благотворительной акции есть накладные расходы. Надо напечатать листовки, сделать банки для сбора пожертвований, нужно решить информационные вопросы и много-много другого. И на это тоже нужны ресурсы. И поэтому то, что благотворительные организации часть средств тратят на обеспечение организационных расходов и зарплату, это нормально. Но за это они отвечают за использование средств, с них можно спросить, они действительно гарантируют то, что эти средства будут доставлены по назначению и проверяют, как это используется. Но мне кажется, что важно подчеркнуть, что очень часто в благотворительных акциях, как, например, в Добром Архангельске, заявляется, что все собранные средства направляются на благотворительность. И в этом случае это значит, что фонд не берет оттуда ничего. Это значит, что организационные расходы он покрывает за счет каких-то других средств. Но, например, у Доброго Архангельска есть несколько партнеров, которые помогают закрыть вот эти самые организационные расходы. Поэтому все средства, которые собраны в рамках акций, поступают тем, кто нуждается. А как в этом можно убедиться? Вот опять же, на примере Доброго Архангельска, как люди могут быть уверены в том, что их средства пойдут именно на пожертвование? Вот как раз очень важный, на мой взгляд, вопрос, потому что когда человек делает выбор, делать пожертвования на те акции, которые администрируются или организуются благотворительными фондами, тогда ему есть с кого спросить. Вот в случае Доброго Архангельска можно спросить с нас. У нас есть вся информация о том, как израсходованы средства, с подтверждением финансовыми документами, как это использовано. Конечно, если кто-то захочет познакомиться с финансовыми документами, мы обязательно их покажем, для этого нужно прийти к нам в офис, а если вы хотите просто узнать, куда израсходованы средства, то все отчеты будут вывешены на сайте доброта.ру, а кроме того, можно будет посмотреть на эти отчеты в тех торговых центрах, которые участвуют в акции. Мы через несколько месяцев после окончания марафона, после того, как все средства будут распределены, повесим там плакаты с отчетами. Марина Евгеньевна, давайте еще раз напомним нашим телезрителям, как каждый Архангел-огородец может принять участие в марафоне Добрый Архангельск. Это сделать очень просто. Вы можете в нескольких торговых центрах Атриум, Премьер, Пирамида, вы можете найти волонтеров в оранжевых футболках с логотипом Добрый Архангельск и пожертвовать любую сумму, которую вы хотите, для того, чтобы помочь людям, которым трудно. Если вы любите читать книги, вы можете прийти в дом Плотниковый в воскресенье 21 декабря с 12 до 14 часов и выбрать на почти бесплатной книжной ярмарке любую понравившуюся вам книгу и обменять ее на благотворительное пожертвование. Но еще можно прийти в первые аптеки и купить там необходимые товары, оставить его в коробках, или, например, просто на мобильном телефоне набрать номер 31 16 и текст смс-сообщения СКС С как доллар пробел и любая сумма и эти средства поступят на лечение тяжелобольных детей. Марина Евгеньевна, спасибо большое за интересную беседу и очень важную информацию. Спасибо вам. До свидания. У нас в студии была директор Центра социальных технологий Гарант Марина Михайлова. Кто хочет приносить пользу, тот и с буквально связанными руками может сделать бездну добра. Федор Михайлович Достоевский Не жалейте душевной теплоты и делайте этот мир чуть лучше. До встречи.